Вот такие проставки у нас в конечном итоге получились. Сейчас ставим резинку на место, которое мы снимали, чтобы сварка у нас их не сожгла. Уплотнительные резиночки. Так, сейчас расскажу о проставках немножечко. Проставки вытащили мы длиной 50 мм. Почему такой размер, сейчас подскажу. У нас 41 мм идет проставка, то есть то, что в травер заходит. Вот, грубо говоря, столько. Ну и мы делали запас на сварку, но в принципе можно сделать чуть поменьше. Так, сколько можно сделать, так, общая длина, ну дальше в принципе и 45, 46 можно было бы сделать. Ну, мы сделали немножко с запасом, причем вот мы подготовили к установке эти пробки, резиночки поставили, затягивать будем, я думаю, коброй, давайте установим. Ты прям изобретатель. Ну, колдуем, не знаю, что получится, ну, надеюсь, что все получится. Ну, я почти уверен, что все получится. Только, думаю, будут подводные камни, конечно, с подножкой, и будем, как ездить, как на хорлее, там подножку нам переделаем. Так. Вот еще. Пойдет. Даже поедет. Солдовство. Я думаю, даже поедет. Ну, вот, мы приготовились к установке. Сейчас будем пробовать устанавливать. Покажем, как это будет выглядеть на вилке. На траверсе. Хорлей. Задавится на месте? Так, она с акционацией пробовал стоит, да? Мне кажется. Ага. Да. Можно наколовки поменять? Задрали. Нормально вообще. Так. Теперь все будем смотреть, как это можно придумать. С этой вилкой поколдую. Так. Значит, это вот так. Это вот так. Так. Блин, смотри, у нас проблема в том, что у нас слишком короткий троса уже получается. Ага. Натянул сразу, да? Угу. Ну, в принципе, на пределе. Ага. Может порвать его? Нет. Ну, она, конечно, сядет на колеса, когда… А, он даже просядет маленько. Провернуть не могу. Чтобы попробовать. Как у нас хватает. Смотри, ну прям чуть-чуть не хватает, чтобы вот эту штуку убереть. Угу. 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 Будешь… Да, наварить надо. Или наварить, или сейчас, не знаю, с уголком поколдовать. Чуть-чуть не хватает. Пару миллиметров, или три. Такое. А если эту пипку все-таки наварить на ней, или накрутить, не привернуть? Либо на аргоном наварить, либо… Либо… Либо ничего. Либо ничего. Либо ничего. Либо, знаешь, что еще можно подумать? Это нужно что-то с аргоном околдовать? В общем, как вариант, тут наварить маленько надо. И все встанет. Либо вот ту. Опа. Эту штуку теперь пока мы покрутим давай. Смотри. Вот так раз. Смотри, здесь даже что получается. Сюда болт вставляем. Вот в этот вот. И все, да? Как ты не смотришь? Болт сюда заворачиваем. Колхозинг на уровне. У нас есть. А почему бы нет? Смотри. Я думаю, все пойдет. Да, сначала соберем, потом видно будет, да? Угу. Так, тогда вот это перо ставим сюда. А то перо туда. Да? Да. Так. Как ни крути, надо все равно двигаться дальше. Движение, сила. Что-то что-нибудь получится. Не получится, что-то. Идешь в магаз и берешь два пера. Каждый по 3 рубля. Угу. МНУ. МНУ. Угу. Тут пойдет уже. Прямо будет реально харлия проходной. Угу. вилку в другую сторону вот это болт сделал здесь и как раз мы сюда его может и закрепим да? да? вот эту вилку взорвать чтобы было как симметрично да? а тут пенек можно будет срезать если он будет намешать некрасиво смотрится что-то типа того будет колдовство делаем какой-то колдунство изобретением так вперед блин колесо будет еще даже дальше как он сочтавливает вперед колесо итак друзья идея классная даже без уголка обойдемся наверно вот сюда вот и ухо болт на 6 сюда загоняем двумя гайками контрагаем и все будет я думаю шикардос еще проблему вот эту решаем сюда втулки изобретаем втулки на 12 внутри на 10 будет потому что шпилька на китайца на 12 а не на 10 то есть ну и все вроде получается нормально вполне мы подходим к финальной точке нашей вилка у нас уже шпилька установлена теперь надо придумать как подвесить колесо решить вот эту проблему шпилька на японцы на 10 на китайцы на 12 мы уже решили проблему придумали вот такие вот втулочки проставки втулки чтобы у нас было все нормально как мы эти втулки чтобы они не вываливались установим и бородком развальцуем и ставим колесо решаем проблему с барабаном и все будет готово так развальцовываем конечно этим делом надо было заняться раньше когда перья были сняты сейчас вот приходится что-то придумывать как чтобы у нас придержать чтобы втулка не вывалилась с этой стороны развальцевать как то так получилось уже так видишь ссылка маленькая вылезла теперь еще будет забить назад так так что делайте это когда у нас перо снято на весу этим заниматься очень неудобно так все забил назад сейчас здесь развальцуем с этой стороны ну и то же самое с другым пером а может быть даже сейчас снимем там недолго призывал болта открутить переснято что очень неудобно лучше это делать со снятым пером на какую-нибудь поверхность упереть и развальцевать вот с таким образом бородком так втулки развальцевали все у нас уже плотник там сидят ну что ставим колесо и решаем проблему со со стопорением барабана не забываю проставку она очень нужна вот так как то так все нормально скачивается лицо у нас болтается шишкардос гайку наворачиваю пока просто навернем до конца не будем пока зажимать и от будем думать как у нас он здесь вот сделать ну в общем здесь все все классно получается вот здесь вот будет болт только болт мы поставим на 8 у нас позволяет 6 покойно там болтается значит будем болт на 8 делать длина чуть покороче вот этой длины так ищем болты гайку и будем все это до конца собирать так болт мы подогнали идеальная длина чуть чуть не до конца барабана сейчас мы вот сюда гаечку с при шайбой поставим и будет шикардос вот так пойдет наши поедет так не понял дорогие друзья опять же проблемка выскочил небольшая тут нас как бы все нормально сейчас почти нормально проблема заключается в чем трос уже получается короткий тормозной пидометр трос нормально у нас все запас есть как бы этот раз натянулся такой степени что здесь вот как бы уже длины не хватает троса я вижу два пути решения либо трос от китайца подогнать какой по длине и какой подобрать либо здесь вот подложку какую-то поставить вот сюда вот вот в это место чтобы учили так нас хватает принципе то я еще посмотрим мы поставим уже на колеса потому что здесь как все сделали сейчас шпильку протягиваем здесь все у нас получилось нормально шикарно мне все нравится посмотрим может быть на колесах он констат газа втанет маленько под напряжением вилка будет уже просядет маленько и уже будет может быть и хватать длины давайте попробуем так ну что ж друзья проблему решилась сама собой при установке на колеса даже по своим весом просек а длины хватает мы его на обратно закрутили тормозы не рука верно заработать видно да все встал на место пассажирам еще просаживать маленько вилка ну-ка с тормозами понажимаем это травой будет качаем очень мне все нравится здесь очень нравится появилась проблемка очередной ну в принципе про ней знали что она должна была появиться в любом случае клиренс увеличился уже honda уже стала как китайц клиренс в принципе уже и по бездорожью по нашему по-русскому легче будет ездить море сколько поднялась где-то я не знаю сантиметров на 10 точно наверно нормально такой эндурик будет вот проблема в чем подножка у нас теперь уже коротковато мы это думали так что тогда мы это знали что должно быть в принципе куда бедно стоять не будет пока как будто на боковой подножке мотоцикла нет так мы думаем решить эту проблему давай сейчас прикинемте у нас мысли появилась подварить на лапки ножки кусочки профильной трубы я думаю 20 на 20 вполне будет достаточно павро подложить так отрезали два кусочка трубы почему вырули профильную трубу во первых прочная конструкция квадрат во вторых легкая то есть дополнительный вес на подножку небольшой если что-то массивное при варить то скорее всего она будет открываться на ходу то есть как-то возможно даже не висеть то есть оптимальный вариант этому вот трубы но скорее всего это мало нужно конечно 30 на 20 если есть вообще такая труба но это 20 на 20 просто данном моменте труба сейчас мы ее приварим варить рекомендую конечно ножку снять чтобы ничего не пожечь на скутере но если на нем то как бы рекомендуется я вот как бы читал информацию смотрел обязательно как на машине снимать клемму и коммутатор ну коммутатор тоже отключить вообще сняли его у нас вот здесь стоит ну и генератор вообще всю электропроводку так сказать все что может сгореть рекомендуют отключать как бы генератор тоже рекомендует отключать ну как показывает опыт знакомые делали я экспериментировал принципе достаточно снять просто с аккумулятора клемму ничего не коммутатор не пробивала все нормально уже несколько раз варил все обходилось еще момент массовый провод нужно как можно ближе к месту сварки то есть оба электрода чтобы не по всему скутеру только шел а вот максимально близко к месту сварки дорогие зрители трубу мы приварили конечно немножко трубы нужно было побольше самое главное нагрузку на ножку она добавила у нас нормально все вот так у нас получилось единственный конечно минус что чуть-чуть маловато этой трубы так то скутер стоит уже нормально мы думаю оставим что так он не падает то есть как бы все нормально но если трубу взять допустим 20 на 30 как раз был бы шкардос еще момент у нас амортизатор стоит от 150 кубовый скутер от нирваны если бы оригинальный амортизатор возможно было и хватило бы уже высоты как бы у нас и жопа задротая вот что проблема в общем такой как вариант еще момент я здесь маленько неправильно сделал правда вам скажу как это лучше сделать вот здесь я трубу сюда выдвинул надо ее ближе к саму краю чтобы прям на край ножки приваривать почему потому что здесь вот она уже касается трубы выхлопной я думаю на ходу это будет создавать дискомфорт будет вот так греметь скорее всего я наверное не знаю попробую так выхлопировать но если будет включать на ходу то придется переделываться отрезать болгаркой немножко сдвигать трубу вот на самый край так ну на этом я думаю все по этому видео ищите трубу которую чуть чуть повыше будет но принципе говорю попробуйте если у вас стандартный амортизатор жопа не задрота может быть даже недостаточно будет скорее всего я даже думаю что все да наверно все за этом на этом мы закончим всем спасибо за внимание всем до скорых встреч ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока